Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация Республики Иран. Мы очень рады тому, что иранские студенты обучаются в вашем университете. Мои коллеги в посольстве приложили огромные усилия тому, чтобы дипломы вашего университета были сертифицированы и признаны в нашем Министерстве здравоохранения. Какой сервис для студентов запустят КФУ? Будут их собственные аккаунты, где они смогут просмотреть все существующие предложения на рынке услуг недвижимости, которые подходят. Что жители Земли смогут наблюдать на ночном небе в конце июля? Влетать будет порядка 15-20 вот этих вот метеорных частиц в течение часа. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. Казань заняла 102-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании QS, передает ТАСС. В рейтинг, публикуемый в девятый раз, входят города с населением не менее 250 тысяч человек, в которых находятся как минимум два университета. Участника рейтинга лучших университетов мира QS. Всего же Россию в рейтинге со 115 участниками в этом году представили пять городов, в том числе дебютировавшая на 102-м месте Казань. Наибольшую лепту для попадания в рейтинг внес Казанский федеральный университет, как самый крупный вуз города. Стоит отметить, что из российских городов Казань находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Казанский университет с рабочим визитом посетила делегации Республики Иран под руководством чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран господима Казэма Джалали. Гостей сопровождал проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. Визит в Казанский университет гости начали с посещения музея истории. Здесь им рассказали об истории университета и его великих студентах и сотрудниках. Далее гости последовали в императорский зал, а также посидели за партой в Ленинской мемориальной аудитории. На встрече проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев рассказал о современном состоянии Казанского университета, а также подчеркнул, что в вузе в 2020-2021 учебном году прошли обучение 102 гражданина Ирана. Мы очень рады тому, что иранские студенты обучаются в вашем университете. В целом, мои коллеги в посольстве приложили огромные усилия тому, чтобы дипломы вашего университета были сертифицированы и признаны в нашем Министерстве здравоохранения. И я думаю, что с этого времени, после подтверждения Министерства здравоохранения, вы будете наблюдать возрастание количества иранских студентов в вашем университете. Далее визит продолжился в Центре иронистики Института международных отношений. Инджимин Небаева, Фарид Захид Оглы. Двое заведующих кафедрами Казанского федерального университета были отмечены государственными наградами. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимуру Зефирову. А также за многолетний благотворный труд на благо Республики Татарстана и заслуги в развитии образования медалью РТ за доблестный труд отмечен заведующей кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов. В Казанском федеральном университете состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом ООО «Квартика» и Ассоциацией гильдии риэлторов Республики Татарстан. В рамках этого документа для иногородних студентов КФУ запустит сервис по подбору арендного жилья в Казани. Как будет работать проект, узнаете далее. В мероприятии приняли участие проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев, проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, директор ООО «Квартика» Владимир Шахиев, президент Ассоциации гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев и другие. В КФУ уже давно стоял вопрос, связанный с нехваткой мест в общежитиях. Эта задача на протяжении полугода обсуждалась в гильдии риэлторов Республики Татарстан. Было решено, что студенты, которым не хватило места в общежитии, смогут воспользоваться сервисом по подбору арендного жилья в Казани. Такое сотрудничество в первую очередь направлено, чтобы студенты получали качественные квартиры, чтобы они были уверены в юридической чистоте заселения этих квартир, чтобы их оттуда не выгнали в любой момент, чтобы они были гарантированно знали, что они до конца года, или два, или три года до конца учебы проживут в этой квартире, не будут иметь никаких проблем и смогут спокойно, комфортабельно жить и готовиться к учебе. Напомним, что с 25 августа начинается заселение в общежитие Казанского университета. Тем иногородним студентам, кому не хватило места в общежитии, предложат воспользоваться сервисом. Перед ними выступят представители Ассоциации гильдии риэлторов Республики Татарсан. Они расскажут о своих возможностях. КСК КФУ Уникс планируется установить стенд, чтобы студенты могли тут же обратиться и получить необходимую информацию. Также рассматривается вариант создания телеграм-канала. Планируется, что это будет фактически одно окно, то есть это будет единая лендинговая страница, она уже создана, мы сегодня слушаем. Будут логины и пароли, по которым студенты смогут зайти, будут их собственные аккаунты, где они смогут просмотреть все существующие предложения на рынке услуг недвижимости, которые им подходят по категориям. В завершении мероприятия стороны четко определили права и обязанности, ответственность каждой из сторон. Уже с 25 августа сервис будет доступен для студентов. Отметим, что это первый проект в России, и он, безусловно, будет интересен и студентам, и университету. Елизавета Никитина, Фаридзахитаглы, Универньюз. Завершился 26-й республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын-Калем» «Золотое перо». Обладателями гран-при фестиваля стали выпускники 2021 года Анастасия Миронова и Булат Мухамедзианов. Они получили возможность обучаться за счет средств гранта, выделенного из бюджета Республики Татарстан, решением президента РТ Рустама Миниханова в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета по специальности «Журналистика или телевидение». В Казанском университете исследуют магнитные свойства донных отложений озера Сабакты. Все подробности в сюжете. Озера – уникальные природные объекты. Они представляют большой интерес для научных исследований крупнейших пузов. Казанский университет не стал исключением. Одно из исследований было представлено аспирантом Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета Анастасии Ясуповой на 28-м международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов. Ясупова назвала предварительные данные по магнитным свойствам донных отложений озера Сабакты в Ашкортостане. Всего было изучено более 450 образцов, которые позволили провести поликлиматическую реконструкцию на территории Южного Урала. Полученные результаты позволяют провести периодизацию климатических изменений на Южном Урале за последние тысячелетия. Также нами на Южном Урале подобные исследования проводятся не в первый раз. Подобные исследования на озеро Сабакты были проведены впервые. Изучение магнитных свойств позволяет определить наличие магнитных минералов в осадках, которые могут рассказать нам о климате прошлого. Также в этом году планируется выезд с Республику Башкортостан на озеро Кандрыкуль. Елизавета Никитина, Фариз Ахитаглы, Универньюс. Жители Земли в конце июля смогут увидеть звездопад Южной Дельта Аквариды. Когда метеорный поток достигнет своего пика активности, узнавала наш корреспондент. Своё название Южной Дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получил по созвездию, в котором находится радиан потока, созвездию Водолея, что на латинском звучит как «Аквариус». Радиан потока – это точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Почему же такое сложное название дали ему учёные? Потому что этот поток сам сложный. Очень много ветвей, и, соответственно, одна из ветвей как раз и является Южной Дельта Аквариды ветвью. Это ветвь потока. Метеорный поток Южной Дельты Аквариды и созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. Наибольшего пика активности он достигнет в ночь с 29 на 30 июля. Специалисты рекомендуют любоваться звездопадом за городом, подальше от городской засветки неба. Влетать будет порядка 15-20 вот этих вот метеорных частиц в течение часа. И лучше наблюдать где-то после 12 ночи и до 3 утра. Юрий Анатольевич отметил, что метеорный поток Южной Дельты Аквариды в свое время исследовался и в Казанском университете. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok